Вот теперь вас ждёт огромное удовольствие, я в этом уверен. Я, в принципе, знаю, что и так было хорошо сегодня здесь на сцене, но сейчас пойдёт только настоящий драйв, просто драйв. Беру такое современное слово. Хотя это будет не современная пьеса, это будет всем знакомая. Конечно, всем я говорю о взрослых, да, а не о вас, мальчики и девочки. У вас это всё впереди. Это будет знаменитая Гоголевская женитьба. Нам кажется, членам жюри, что она сделала очень хорошо. Очень хорошо. Вот это Пушкинский лицей, это Николай Коэль. И это Женизба. Итак, дамы и господа, мы продолжаем. Вот как начнёшь, а так один надо сроки подумывать. Так видишь точно. Нужно жениться. Что ж в самом деле? Живёшь, живёшь, да, такая скверность становится. Да и казалось бы, всё уже готово. И сваку он уже три месяца ходит. Просто самому становится совестным. Эй, Степан! Степан, а сваку-то не приходило. Ты погубил. А у паркова был? Был. Ставшим ж яд, враг. Чё? И надо ж уже нашил. Во! Что ж, море? Говорю. Вот стойко нашил. А, ну, а не спрашивал он, на что, мол, парину нужен фраг? Нет. Может, не спрашивал, не затевает ли парень, дескать, жениться? Нет. Так, так, ведь у него и другие фраки, ведь он для других тоже шьет. Да, фраков у него много. Ну, так ладно, супнецод отчаянно не похуже, чем на моё. Да. Ну, так, а не спрашивал, на что, мол, парень из такого тонкого супна себе шьёт фраг? Нет. Может, спрашивал, не затевает ли парень, дескать, жениться? Нет. Так, надо ж сказал ему, какой нам ничин, и где их служу. Да. Что ж он это? Сказал. Буду стараться. Ну, хорошо, ступай. Я того мнения, что чёрный фраг, он как-то солиднее. Цветные больше идут титулярным, секретарям, ну и прочим мелюзгенам. Молокососные, что-то. Те, которые чином повыше, должны наблюдать, ну, как это, ну, позабыл слава. Хорошая слава, да, позабыл. Так, как ты там все, батюшка, не переворачивай? Матодворный советник, это тот же полковник. Разве что мунтир без заполя? Эй, стерман! А Максу купил? А, купил. Где купил? В той лавочке, что я говорю, что на Вознесенском проспекте. Да, в той самой. Что ж, хороша Макса? А, хороша. Ты пробовал чистить ее сапоги? Пробовал. Блестит? Блестит. А когда он отпускал тебя в Аксу, и спрашивал, на что вам барину нужна такая в Акса? Нет. Может, спрашивал, и затевает ли барин дискетки? Жениться. Нет. Нет. Ступай. Кажется, пустая лишь сапоги. А если дурно сшитый, до рыжая в Акса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Все как-то не того. Вот еще гадко, если мозолик готов вытерпеть бог знает что, лишь бы не мозолик. Степан! Степан! Чего исполниться? Ты говоришь сапожнику, чтобы не обладать мозолик. Говорил. Что же он на то? Хорошо. Ну, ступай. Эх, а ведь глопатливая вещь, черт возьми, женитьба. То-то, сё-то, это, чтобы то-то, это было исправно. Эх, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Степан, я хотел сказать. Старуха пришла. А, пришла, ну, сами звоните. Ну, здравствуй, здравствуй, Тёмная Ивановна. Ну, переструс, садись, ты присаживайся, ты и рассказывай. Ну, как же, как же, Миланю, Миланю. Агафья Тихонова. Ну, да-да-да, Агафья Тихонова. И нет, какая-нибудь сороколетняя тема, а? Да нет, то есть, как женишься, так каждый день меня благодарить будешь. Ну, а приданная, расскажи-ка вновь. А приданная? Да-да. О, вот тебе дом московской части. Отфухнил ножа. Уж такой прибыточный, что истинное удовольствие. Два триггериши есть. Один совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый по рублёв четыреста доходу приносит. Ну, а ещё огород на выборской части. Ну, а собой-то какова, какова собой? А собой, как рифинар. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будешь вот по этих пор доволен. Купца третьей гильдии дочь. Так я потому и спрашиваю, что я натворный советник, и я как-то понимаешь... Да как тут не понимать? Был у нас один натворный советник. Отослали, не понравился. Ну, а кроме этой, никаких турник нет. А какая же тебе ещё? Уж это что не есть лучшее? Вот уж самое лучшее. Анто, без света пойди, лучше не найдёшь. Подумаем, подумаем, матушка. Ну, ты приходи-ка послезавтра. Ну, вот так я посижу, а ты расскажешь. Да помилуй, отец, уж третий месяц тебе хожу. А просто-то никакого, всё сидит в калате. А ты думаешь, ты будешь жалеть бы этого? А, эй, Степан, привези сапоги, надел-то и пошёл. Тут надо порассудить, порассмотреть. А коли смотреть на товар, так и смотри. Пригаши прямо сейчас подать. Сапоги-то, кафтан, в ладоутреннее время и поезжай. Сейчас? Да? А, ну... Ну... Ну-ну? Пасмурно! Пасмурно? Пасмурно, поеду, хватит дождём. Да и пробоку. Да тебе же хуже, ведь в голове уж седой волос виднеется. Скоро совсем не будешь годен, да. Просто что-то дело-то. Что? Где седой волос? Кто тебя навел у них сказать, что седой волос? Где же вы седому волосу, смотри-то? Степан, привези с зеркала! Ай, сам возьму! Это хуже, чем оспа! Это не будет за шутки. Ой, не жаль. Ай! Ты что за шутки вздумал? Перебегал, правда, так? С душами на месте. Да ладно, да ладно, ты пошатил. Зеркала он нашел. Так куплю я тебе новое зеркало, Господи. Знаю эти другие зеркала. Десяткам, кажется, старее и рожат. И светлом выходит. Ой, послушай, брат. Ведь это же я должен на тебя сердиться, а? Ведь ты от своего друга все вскрывать вздумал. Жениться ведь надумала. Вот вздару, вовсе я не вздумал. Не вздумал? Известно же, что за птица сидит. Ну, и на кой чё ты меня женила, а? А что ж дурного, закон исполнил? Закон исполнил? Эх, невидать жена, на кой не она? А ты же сам пристал, жени матушка, да и полна. Вот ты крыса старая, а? Сам такой. Ладно, расскажешь, что с удивлением? Купече-то ли? Как звать? Акатия Тихоновна. В Рентехлестов, что ли? Нет, в Купертягина. Это что, в шести лавочке же? Нет, будет поближе к пескам, мы на переулке. Ну, как же, к мылью к пескам? Тут что, за лавочкой в дерево не дом, да? Не за лавочкой, а за пивным погребом. За пивным погребом, говоришь? Акатия Тихоновна. Акатия Тихоновна. Он сказал и ничего не сказал. По словам! Во!